и то и другое и можно и можно еще туда дарк сайда сверху там records либо respect family это вообще провокация ну наверно на низ не могу ответить потому что этот этот клуб для меня должно быть одно всем привет меня зовут диджи топпер я основатель школ электронной музыки топ диджи school также я диджей с двадцатилетним стажем который любит и играет drum bass клуб тоннель повлиял на мою ну не то что на мою жизнь а на мою творческую жизнь очень положительно потому что в 2000 не соврать в конце 2002 года мне позвонил диджи слон и и говорит типа коля ну что ты хотел играть в тоннеле я грудь конечно хотел он говорит но теперь ты будешь играть в тоннеле граждан что произошло в этом теперь стал арт-директором я такую олег но это очень круто за что ему кстати огромный респект и по сей день вот то что человек ну олег слон для нас как ни странно он была чест драма бэйс свой с техно тусовки но для нас б для ганса очень много делал и мы его постоянно кстати приглашали на наши тусы на второй танцпол вот и все и он как мы сделали в конце 2002 года первую вечеринку просто там как резио без названия там играл я 07 юрасик вот и потом уже соответственно с 2003 года мы начали плотно базироваться в тоннеле и это привело все к тому что летом на трехлетие гангсты мы привозим впервые в санкт-петербург это был один даже я не то что впервые это было один из первых привозов вообще иностранных артистов это это нас это мероприятие которое я до сих пор помню это был кромешный ад потому что мы привозили косвоконсорн вместе с диджи негатив вот соответственно почему диджи негатив потому что через него мы везли косвоконсорн вот и это были очень большие вложения я практически один делал это мероприятие и были такие моменты что я и самый встречал артистов и развозил их по отелям и потом само мероприятие которое за который мы потом получили статуэтку как лучшая вечеринка по версии drum on bass точка ру еще тогда был такой портал сейчас он называется drop the bass ой но куда как никак не без это без дня рождения и масок шоу короче на один из моих дней мы отмечаем мой день рождения в клубе тоннель ничто не предвещало какого-то там трэша да и после момент моего сета вваливается просто маски шоу вот ставят всех лицом к стенке врываются в гре врываются в диджей q и начинают типа с таким претензий типа чего вы тут делаете в клубе при этом звук потушили тишина я такой стою с двумя бутылками водки такой что что бухаем и такой смех из зала ха 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 очень смешно и забавно вот но потом соответственно до нас чуть-чуть подержали и поздравили с днем рождения вот и уехали вот такая вот история самая первая drum on bass пластинка блин это хороший вопрос это если меня не изменяет память это был двойник на ram records мой фьюжен this is the beginning вот сейчас по моему 90 97 или 98 где-то вот так слушай пластинки при пластинки привозили челноки вот и у нас был ну как был знакомый чувак который просто гонял в лондон постоянно и привозил короче пластмассу ну эти позвонил там всем вот я опять же к нему ну его нашел через знакомых потому что это было в таком виде сквота ну как это собственно в 90-х и было всегда вот и все мы приходили к нему на квартиру вон там говорил что вот у меня есть винил тогда он стоил в районе 50 рублей как сейчас помню вот когда еще курс не не бомбанул сейчас это бы стоило в районе 400 рублей вот и я я исправно покупал пластинки до сейчас скажу 2010 года я исправно покупал пластинки пока уже окончательно и закрылся chemical records вот и перестали вот очень сильно по драман бейса упали выпуски на виниле все перешло в цифру вот и я соответственно плавно отказался от винила но до 2010 года я покупал я помню что последние пластинки я покупал по 300 рублей на наши деньги если переводить но много что изменилось драман бейса за это время успел подняться ну по крайней мере на свой пик популярности да в россии особенно да там мы хапнуть то время когда там на драман бейс собиралась порядка ну сколько 15-20 тысяч человек вот сейчас безусловно драман бейс находится ну не не искал в упадке он просто опустился в андеграунд он опустился на свою исходную позицию на то что ну с чего вообще все начиналось и я уверен что через там пару лет все вернется но опять же начнется вот точка роста и мы пойдем опять вот наверх популяризации драман бейса опять будут эти споры что круче но он если пендулом уже выпускают свой новый сингл то это о чем-то говорит потому что в европе сейчас драман бейс на подъеме вот и соответственно должно пройти время чтобы драмбейса когда у нас тоже стал на подъеме все зависит от атмосферы я думаю что петербург все-таки мы как-то здесь больше ну наверно на низ не могу ответить потому что этот этот клуб для меня там и там просто ну ладно окей тоннель я думаю что винился и хотелось бы чтобы его выпускалась побольше да и все-таки плане планирую начать его обратно коллекционировать ближайшее время там records либо respect family это вообще провокация не могу ответить ганста диджи топпер сегодня приготовил старые бодрые танцпольные боевички вот чуть-чуть будет нового материал но это будет совсем немного в основном это будет то на чем мы выросли ну то что составляет историю клуба тоннель так что в 3 40 будет жарко до встречи на танцполе ау секрет в бухтевельке